Первая серьезная коммунальная авария в Ульяновске совпала с приходом первых морозов. В районе 4 часов утра 21 ноября было отключено от отопления и горячего водоснабжения почти 30 объектов, два детских сада, два учреждения здравоохранения и многоквартирные дома. Порыв трубы диаметром 250 миллиметров произошел под землей на теплотрассе в районе перекрестка улиц Рябикова и Кузоватовской. Ну, ночью встала в три часа и обнаружила, что холодно. Пошла, посмотрела по всем комнатам. Холодная батарея, воды горячей тоже не было. Я пошла там к соседке, говорю, у вас тоже холодно? Она говорит, да, холодно, вон у нас около дома авария. Там трактор был, рыл, что-то сделал, уехали. Вот сюда пошла мусор вносить и увидела вот эту вот картину. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. По информации главного инженера городской теплосервис Олега Полового, на месте происшествия работало 14 единиц спецтехники, 8 откачивающих машин, 3 автомастерские, кран и 2 экскаватора. Помощь им оказали и специалисты Т-плюс, которые в оперативном порядке подключились к работам по откачке воды из тепловых камер. Уже с началом нового года в условиях перехода на новую модель рынка тепла все ресурсоснабжающие организации в статусе ЕТО будут нести полную ответственность за качество и надежность теплоснабжения перед потребителями. Вызовов много и с ними придется справляться. По словам специалистов, причиной аварии стала изношенность тепловых сетей, процент износа которых в целом по городу составляет более 70%. Произошел порыв трубопровода квартально 300 мм. На подачьем трубопроводе первоначально было отключено 22 жилых дома, две поликлиники, два детских сада. На текущий момент авария локализирована и сейчас находятся отключены 11 домов и один детский садик, все остальное полностью теплоснабжение, горячее водоснабжение объектов установлено. Сейчас работы ведутся для того, чтобы подать в жилые дома, в эти 11 оставшихся детский садик, по обратным трубопроводам, чтобы удержать температуру комфортную в домах и будет проводиться дальнейшая восстановительная работа. Внедрение альтернативной котельной позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль в размере почти 8 млрд рублей за 10 лет. А значит, город ждут масштабные перекладки тепловых сетей, которые позволят избежать подобных негативных последствий. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Оллправда ТВ.